Назад, назад. Мы рум-тур снимаем, не гулять идём. Рум-тур. 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 Наконец-то. Всем привет. После долгого перерыва эти недели были абсолютно сумасшедшими, потому что мы переехали в наш домик, мы доделали ремонт, что-то даже делали сами. Мы люди, которые не любим DIY, но мы даже сами маслили пол. Вот. Недели были сложные, расскажу в доме уже почему, а пока что приглашаю вас в наш красивый дом смотреть частичный рум-тур, потому что, конечно, еще отсутствует очень много мебели, некоторой отделки, но мы переехали, поэтому красоту уже готова показывать. Погнали! Дверка пока что у нас закрыта. На самом деле мы готовы были её открыть неделю назад и уже хотели это сделать, но просто в переезде мы тупо сделать забыли. И сейчас Ваня на работе, и я одна не могу это снять. Нужно как-то торжественно под музыку. В общем, в ближайшее время этим всем займемся. Нас с вами встречает, помимо того, что милейшая собачка, наша битая плитка. Битая плитка неожиданно не в темно-серой затирке, как это изначально планировалось, она в розовой затирке. Цвет очень красивый, такой он очень сложный, много всего намешано. И мне кажется, что плитка глянцевая-белая с этим оттенком смотрится как-то еще необычнее и круче. В общем, она и так была необычной и крутой, а сейчас просто вообще играет. И на закате это еще красивее. У нас прихожая состоит из двух оттенков. Это зеленый, оливковый. Я все номера красок буду подписывать, потому что что-то по НСС, что-то... В общем, здесь разные бренды и разные НСС, поэтому буду все писать. Что-то у нас зеленого цвета, потолок фиолетовый вместе с карнизами и остальные стены фиолетовые. Это уже дальше уходит в гостиную. Зачем я так здесь делала? Здесь, на зеленой стене, вот конкретно вот здесь, как мы заходим, такие домой, и вот тут будет роспись от Кати Лисич. Я хочу, чтобы тут были нарисованы стрелицы. Тут будет очень много стрелицей. А еще у нас помимо того, что Балийская тумба, господи, обратите внимание, она на своем месте, она на битой плитке, она при входе. Идеальная стена конкретно под нее это создавалась. То есть первая стена, которую я вообще нарисовала в проекте, это стена метр двадцать под эту Балийскую тумбу, потому что она уже была, и четко хотела заходить и видеть ее. Помимо тумбы тут еще будет, но это уже после росписи повесим. Ворона нас встречать, белая. Белая ворона от вселетия. Это бра. Он будет висеть вот здесь, вот ворон белый. Он вообще проводной, тут еще будут идти провода, а роспись стрелицы будут в белом цвете, поэтому этот провод будет как бы на цветке и не будет виден. В общем, тут такая висит ворона, а вот здесь вот большой обруч бра из Икеи, который с очень красивой уютной подсветкой. В общем, два бра здесь и стрелицы, и как бы ворон утопать в стрелицах. И, конечно же, в этой прихожей висят уже светильники Леридут. Три года они лежали в коробке, ждали своего часа. Три светильника, я хотела, чтобы они вот были такой здесь траектории, то есть вот так вот по движению стен и переходят в гостиную. Многие предметы, которые вы здесь сегодня увидите, из магазина Леридут. Это мой любимый магазин, это французский бренд, но доставка есть в Россию, причем по всей нашей стране, от Сахалина до Калининграда. Я дружу с брендом, поэтому у меня есть промокод на скидку 38%. Эта скидка суммируется с акциями на сайте и не действует только на товары с надписью «Финальная цена» и «Вот эта цена». Освещение, декор, текстиль, там очень много всего, и, скорее всего, если вы спрашиваете в моем доме, откуда это, то, вероятнее всего, это будет из Леридут. Если же на сайте сейчас нет того, что вам нравится, не отчаивайтесь, это правда может снова появиться. Код на скидку и ссылку я оставлю в описании под этим видео. Все, теперь погнали смотреть наш красивый дом. Давай включим их. Там стоят прозрачные лампочки. Не знаю, видно или нет, но они дают просто совершенно потрясающие лучи на стены, и это, конечно, вообще сказочно выглядит. А здесь еще будет зеркало в полный рост в виде наличника, рама наличника. Пока что стеллаж стоит, который планировался в ванную, и он планируется в ванную. Здесь вообще будет комодик какой-то вот такой вот высоты, и над комодом моя любимая девочка с котенком. Здесь планируется... Здесь будет висеть она. Это потом переедет, но пока что мебели здесь нету другой, поэтому здесь что-то было нужно для ключей, для всего. Улитки-балийские, конечно же, тоже переехали. Я вас приглашаю в дом, в котором куча коробок, куча чего-то еще не сделанного, поэтому не обессудьте. Пока что тут ни виньеток, ни композиции, ничего вы наблюдать не будете. Про плитку. Спрашивали, как вообще она в уходе, что затирка пачкается или затирка. Затирка не пачкается просто потому, что она темная. Если бы она здесь была белая, то, конечно же, да, проблемы бы были, то есть постоянно мы бы видели из грязь. А так, в принципе, это не особо заметно. Все это умоется, все убирается, тряпка у меня не застревает, как многие писали, что тряпка будет цепляться за плитку. Как видите, я здесь хожу голыми босыми ногами, не режу свои пятки. В общем, ребята, вот. Не то, чтобы я стою на одном месте и не режу пятки, я хожу по этой прихожей, у меня все хорошо. У Дарсуна тоже, да, Дарси? Пройди сюда. Давай, голыми пяточками. Пойдем. Все нормально? Комфортно? Пойдем дальше. Пойдем. Пойдем дальше. Очень комфортно. В общем, битая плитка хороша. Затирка эта гибридная. Гибридная затирка, она имеет в своем составе смолы, и она как бы потверже. То есть, если цементная затирка, ее нужно там обновлять, она вымывается. Эпоксидная, она слишком прочная, вот ее на столешницу сделали. То есть, здесь она гибридная, то есть, как бы это что-то недоцементное, недоэпоксидное, это что-то совмещенное. Она достаточно прочная, и мы ее сделали прямо практически заподлицо с плиткой. То есть, плитка как будто бы немножко утопает даже в этой затирке, и поэтому за счет этого вот такой вот пол, как бы... Как видите, ничего не режу себе. Мы закрыли входную дверь прекрасную. Какая шумоизоляция? Идеальная. При открытых окнах перестали сверлить нам в камеру. Мой кабинет показывает, собственно, тут кроме коробок... А, ну как потолок, сейчас покажу вам. А, люстра. Люстру, сейчас, да, сейчас покажу. В общем, почему здесь такой бедлам? Помимо того, что мы только-только переехали, и многие коробки еще где-то стоят здесь, у нас случился потоп в доме, в котором произошел уже ремонт, в котором покрашен был пол, покрашены стены. И, собственно, этот потоп мы сейчас пытаемся устранить таким образом, что найти вообще причину этого потопа. Мы пока что не знаем, что происходит. Все специалисты, которые приходят, смотрят, не знают, что происходит. Нам пришлось тут раздолбать пол в моем кабинете. И, в общем, причину ищут. Но пока что мы не можем дальше продолжать делать ремонт в моем кабинете, в кладовке, которая рядом, и в гостевом санузле. Дальше покажу. Стены затопило. Стены нужно будет перешпаклевывать. Все вот это вот. В ужасном состоянии. В общем, из-за потопа придется здесь переделывать ремонт. Сильно. Но зато красивый потолок. В этой комнате я очень сильно хотела розового цвета. Я долго искала, какой же здесь будет цвет. Бледный какой-то розовый, пыльный, ягодный. И, в общем, когда я увидела вот этот вот оттенок, во-первых, спасибо вам большое за то, что голосовали, какой цвет побеждал ягодный яркий, но я увидела что-то среднее. То есть, да, он тоже яркий ягодный, но что-то все-таки немножко другое. Мне напоминает сильно ягодный мусс или черничный йогурт-чудо из детства. Или когда, я не знаю, ну мусс, наверное, да, это ягода называется, когда в яйца добавляешь вишню, и это все взбивается блендером очень долго. Мусс, очень вкусно. Вот это, в общем, про него. Это что-то из детства, и цвет просто потрясающий. Конечно же, он называется мусс. Бренд краски Монс. Тут разные бренды красок. Мы все тестировали. На стенах вот здесь вот это Swiss Lake оттенок, я напишу. Он такой теплый белый, но при этом немножко в зеленцу уходит. И на самом деле, прямо играет оттенок. Очень интересно, как он себя ведет на закате, утром, прямо разный. И вот этот вот цвет, который называется мусс от Монс. Карнизы в этот же оттенок покрашены. Карнизы гипсовые, их я вам показывала в влоге, когда встречала. И проведена такая черная полоса. Прием не новый, прием подсмотренный в Пинтересте. Очень многие дизайнеры так делают, и это так красиво. Это четкость, которая разделяет яркий потолок с белой стеной. Вот эта линия черная, она как будто прямо должна там быть. Вот если бы ее не было, было бы вообще все по-другому. И намного, мне кажется, проще. Она прямо дает такую изюминку детальку. И, конечно, вместе с люстрой винтажной это все обретает какой-то невероятный совершенно смысл. Покупаю всегда винтажный свет у апартамента вид винтаж в запрещенке. Прекрасная Даша, которая находит такие сокровища. И у меня целые две винтажные люстры от Даши. Вот одна из них, она висит в кабинете. Утка Балийская уже стоит и уже смотрит в окно на закат рядом с винтажной вазочкой. В общем, если YouTube не закроют, у меня пришла новость, что YouTube там вроде как в сентябре собираются закрывать. Если YouTube не закроют, то видео будут вот такие. Потрясающе. На ягодной стене. Правда, здесь я еще планирую ставить на этой стене зеленый стеллаж, думала. На самом деле, изначально моя идея была розовый стеллаж, прям вот от пола, ой, от пола, ну правильно, от пола до потолка. Розовый стеллаж, который будет закрывать как вот эти вот газовые все истории. Там газовый у нас котел, не доварили трубу, не довели ее, она будет вот сюда заходить. Тут будет газовый котел, это будет закрываться дверкой. Соответственно, здесь должен был быть розовый стеллаж полностью. И может быть, все-таки я его оставлю розовым. Но последняя моя мысль была его сделать зеленым и глянцевым, чтобы розовая стена через зеленый-глянцевый просвечивалась. Дверка от холодильника пока что у нас лежит, потому что у совы начался свадебный сезон. Она работает в свадебном бизнесе. Конечно, если бы она была, я была бы немножечко счастливее. Но ждем с пониманием. Так, ну что, в основную нашу зону проходим. Расюша, у тебя есть комментария? Ну что, мы переехали. И со мной, конечно, переехала моя ортопедическая подушка. И каждый раз, когда я вам показывала, какая у меня подушка, вы спрашивали, как же тогда декорировать кровать. Потому что ее формы нестандартные и обычные наволочки не подходят. Показываю, как этот вопрос решаю я. Вы знаете, я человек, для которого красота это такой же важный столб, как и комфорт. Сплю я на ортопедической подушке. Но днем она спрятана за обычной подушкой, которая мягкая, пухлая и стандартной формы. Вот и весь секрет. А теперь расскажу вам про мою подушку Omnia от Beauty Sleep. Тем более, повод прекрасный. В июле у бренда день рождения. Исполняется им целых 8 лет. В честь этого праздника бренд дарит самую большую скидку, которую дает только раз в год. Чем же так хороша эта подушка? Во-первых, благодаря специальной 3D-форме и боковым выемкам кожа лица не деформируется. Лицо словно парит в воздухе, а значит не образуются морщины сна, как от обычной подушки, когда ткани на лице страдают и кровоток нарушают. Были проведены клинические испытания, и вот у 87% пациентов морщины сократились вдвое после 3 месяцев использования этой подушки. Во-вторых, форма подушки благоприятно влияет на положение вашего позвоночника во время сна. Материал подушки адаптивная пена Memory Foam с эффектом памяти. Подушка является ортопедической и зарегистрирована Росздравнадзором. В-третьих, подушка Omnia Copper Blend, которая у меня идет в комплекте с наволочкой из медного тенцеля. Это эвкалиптовое волокно, а медь в составе вообще известна своим антибактериальным эффектом. Хороший уход и бьюти-процедуры – это, конечно же, все правильно, но все работает в системе. Поэтому на какой подушке вы спите ночью – это очень важно для вашей красоты и здоровья. И, как я сказала, в честь своего дня рождения Бьюти Слип дарит самую большую скидку, которая бывает только раз в год – 15% по промокоду Селена. Скидка действует на все товары, которые есть у ребят на сайте. Ссылку и промокод оставлю в описании под этим видео. Здесь у нас битая плитка перетекает в желтый бетонный пол. В общем, это мой эксперимент. Сейчас там дальше я вам покажу, как это все выглядит. Здесь у нас получается стяжка. На стяжке дешевый черновой наливной пол. Сверху этого всего просто покрашена краска для пола. Краска тут Little Green. И мне интересно было протестировать, как такой дорогой английский бренд себя ведет на полу. Потому что краска специализированная для пола. Насколько вообще ее удобно мыть и так далее. Насчет оттенка желтого я пока что… Мне нравится, но мне нравится летом, когда попадают на него лучи. Я не знаю, как оно будет осенью и зимой. Я хочу посмотреть. И к чему я это все говорю. Пол пока что желтый. Мы посмотрим, с ним поживем. Сейчас нравится, посмотрим, как будет дальше. Если поймем, что хотим перекрасить, перекрасим. И уже тогда после этого, когда мы будем точно уверены в цвете, пожив с ним, мы хотим залить эпоксидку. Эпоксидка оказалась очень дорогим удовольствием. Эпоксидная смола 120 тысяч вышла. На наши 60 метров получилось с кабинетом и кухня-гостиная. 120 тысяч только материала. Без работы. Мы думали, что это все будет дешевле. Поэтому пока что мы не залили. И пока что мы оцениваем, насколько нам жить с желтым полом. Попозже, когда мы поймем, желтый или не желтый, будем перекрашивать. И дальше будем уже заливать все это дело эпоксидкой. Вот. Пока что мне очень сильно нравится то, что у вас розовая затирка перетекает. Прям как-то прикольно в желтый пол. Ощущение вот такое конфетное. Очень сильно нравится. Латунь. Тут нас с вами встречает. Еще не отшлифованная. Латунь нужно шлифовать, чтобы все вот эти вот разводы у нее сошли. Вот такие вот пятна. Ее нужно будет отшлифовать. И дальше покрыть лаком. Вот когда мы это сделаем. Изначально нужно так было делать. Нужно было изначально ее шлифовать и покрывать лаком. И только после этого клеить. Но я первый раз работаю с латунью. Прораб мой первый раз работает с латунью. Знаете ли, никого никогда никаких запросов не было на золотые лестницы. Поэтому это наш эксперимент. Собственно, кладовка, в которой произошел потоп, поэтому мы сюда не идем. Там просто бедлам и потоп. Моя любимая фиолетовая стена. Сзади меня прихожая. Справа от меня мой кабинет. Справа еще кладовка. И вот это вот гостевой санузел, который заскрыт дверью. Пока что мы ее не закрываем до конца, потому что ручку я надела только, чтобы вам показать, как их покрасили красить. Ручки нам красил Олег, папа Яра, нашего друга. И как и всю сантехнику, собственно. Контакт не даю, потому что он вообще не занимается этим. Это просто чисто для нас. Очень сильно мне нравится этот фиолетовый оттенок. Потрясающе. Мне кажется, что я нашла вообще самый лучший оттенок НСС. Фиолетовый. Вот просто самый потрясающий, самый красивый, очень классный. В общем, дверь вообще скрытая. Она закрывается до конца и вообще не видна. Но сейчас мы не можем закрыть, иначе мы никогда не зайдем потом в туалет. Ну, то есть зайдем, когда вставим ручку. Дальше, уже ходи-ка со мной. Давай, помоемся. Пищать буду из леопардового санузла. Он не доделан по двум причинам. Первая причина – это потоп, который из кладовки через коридор вышел в наш гостевой санузел. И, соответственно, с мокрая была вся вот эта вот стена. А именно здесь, то есть вот это все, это все должно быть в обоих. Вот это все должно быть в обоих. И обои куплены, обои есть. Но мы не можем их поклеить, потому что пока что стена мокрая. Собственно, поэтому тут еще не стоит дубовая тумба, которая тоже как бы уже готовая, сделанная и стоит в детской сейчас. Потому что мы испугались, что она может повредиться из-за того, что тут мокрая. Вот, но зато тут уже есть кнопка. Действующий унитаз какого-то идеального сливочного оттенка, сливочного маслица такого же цвета, как и стены. В общем, случайность совершенно получилась. Вообще, я брала бежевый туалет, бежевый унитаз. Но присылают вот его, и я такая сомнительная, но окей. А потом сюда его подставляем, и я понимаю, что они просто вообще идеально с желтым полом. Такой прям солнечный, желтенький и санузел получился. Что вот это вот такое? Вторая причина, почему мы пока что не можем пользоваться этим душем. На стенах тут микроцемент. То есть вот это вот все покраска, подбирался цвет краски, текурила, по тому же оттенку, что и микроцемент, НСС-1. Но разные материалы дают разные оттенки. Но тут вообще не должно быть покрашено, это перепутали мои рабочие прекрасные. Тут тоже будут обои до микроцемента. Здесь планируется зеркало, смесители зеленые, дубовая тумба, бедная раковина. Микроцемент у нас и здесь, в зоне раковины, и внутри нашей душевой. Вот это все, это все микроцемент. Очень приятно, но нанесли 2 недели, получается, назад, и нужно как раз около 2-3 недель, а лучше месяца, выдержать, чтобы микроцемент схватился на стене. И под лаком как бы образовалась такая пленка, как мне объяснили мастера. Поэтому этим санузлом пока что пользоваться не можем, потому что тут сохнет еще микроцемент. Плитка наша цементная на месте, леопард на месте, накладной душ на месте. Очень красивый, мне так он сильно нравится. Это называется золото-сатин. Он такой прям матовый, просто матовый. Очень красивый, очень довольный. У него есть термостат, всегда 38 градусов можно, чтобы стояло. Здесь переключение с тропического душа на лейку и на вот эту вот из лейки. У меня тут намешано вообще несколько получается металлов, то есть такое золото-сатиновое на душе. Медная раковина. При этом у нас бежевый цвета песок, выключатель и розетки здесь и зеленая сантехника. И полотенцесушитель. И полотенцесушитель красный тут заказан. Да. А обои-то будут синие. Но рисунок на обоях и красного, и зеленого, и бежевого, и сливочного, и всех цветов, которые здесь есть в этом санузле. Почему так? Гостевой санузел это место, если у вас несколько санузлов. Мне кажется, гостевой санузел это то место, куда вы должны заходить. И это что-то должно быть сумасшедшее по дизайну. Знаете, как вот рестораны. Я очень сильно люблю санузлы в ресторанах. Потому что туда приходишь, в красивых ресторанах, туда приходишь, там такой прям сумасшедший дизайн какой-то сделан. И ты не понимаешь, как это все может сочетаться. Но это все очень красиво играет. И вот что-то сочетать несочетаемое, конкретно в гостевых санузлах, мне кажется, это прям то, что доктор прописал. Но в конце соберется все в очень красивую картинку. Но тут уже лежит у нас держатель для вталерной бумаги. Он должен быть на обоях, на синих со змейками. Здравствуйте. Ужас. Никогда не думала, что я это буду показывать. Очень красивый свет. Он вообще на диммере. Но пока что еще диммер не подключили. Там такой красивый пультик. А, вот он. Пультик. Он еще просто не подключен. В общем, тут получается, включаешь... Да, они работают еще. Включаешь свет. А дальше, чтобы увеличить яркость или уменьшить, делаешь просто вот так. Очень приятно. И мне кажется, прям вот как так вот делаешь. Ну такая, знаете, лаунж-обстановка в этом душе будет интересная. И когда не горит еще вот этот вот свет... Что-то я выключила. Просто лаунж. Мы жили с Ваней у мамы. Чем я тут теперь занимаюсь? И я просто хожу. Я просто наматываю тут круги. Тут тоже много чего не доделано. Не будет тут этого... Точнее, нет. Кресло тут будет, но в другом чехле. И оно тут будет стоять с диваном. Не будет этой тумбы ТВ. Это уйдет в детскую. Телевизор это в Ванин кабинет. И зеркало это в мой кабинет. В общем, тут будет все по-другому. Но мы переехали пять дней назад. Поэтому пока что все, что привезли, все здесь. Но что тут уже есть? Во-первых, кухня. Наша великолепная кухня со столешницей. Вы ее в таком уже законченном виде еще не видели. Но только если в запрещенке и в Телеграме. Кто на меня подписан, я там показывал, уже выкладывал нашу кухню, красотку. На ней невероятно удобно. Кухня буквой П это супер. Это просто лучшее, что только может быть. Это удобнее, мне кажется, чем с островом. Это просто суперудобно. Ты готовишь вот здесь. Ты стоишь, что ты делаешь вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. И как бы у тебя все открывается. Я когда открываю посудомоечную машинку. И выгружаю из нее посуду, например, вот сюда. Я еще открываю и вот здесь шкафчик. И все удобно. Спрашивали, почему здесь нет никакого шкафчика. Потому что я не люблю угловые шкафы. Мне кажется, это бесполезно, абсолютно потерянное пространство. Здесь у меня будут стоять корзины, в которых будут храниться овощи, текстиль и там еще что-то, что придумаю. Вот. А здесь нужно было место для стула. Но не этого. Барный стул невероятный. Нам его мама подарила на Василье. Это Сюкре де Мейзон. Есть в Твинсторе, есть в Рига Моле. Очень красивый, очень удобный. И прям что-то такое. Немножко балийского. Балийского лофта. Кухню мне изготавливали Мистер Дорс. Ручки это брас, конфетки. Очень удобно, кстати. Я спрашиваю, как посудомоечная машинка пользуется. Я сама переживала, как я буду пользоваться. Но на самом деле посудомоечную машинку я открываю не так часто. Закрываю коленкой. Открывать один раз в день буквально. Ну, как бы не составляет никакого труда. Все замечательно, все отлично. Здесь тоже удобно. Что под раковиной? Мусорное ведро. Ящичек Дарси. У Дарсюшки здесь стоят мисочки. Зацените, пожалуйста, какие у нее новые красивые мисочки. Это миски от Док Визлок. Бетонные. Что такое? Я просто покажу. Я никуда их не забираю. Я просто показываю. Какие-то инструкции у нас лежат. Дарсенькин корм. В общем, он пока что не полностью, Дарсин. Но скоро будет полностью твой. Спрашивали насчет бетонного тоже этого пола. Как вообще с ним жить. И многие писали, что светлый пол, будет видна вся грязь. Да, она видна. Только у меня вопрос. Как бы, когда у вас видна грязь, вы же убираете ее правильно, а на темном фоне как будто бы ее не будет. Ну, в общем, я не понимаю этот вопрос. Если я вижу грязь, я ее убираю. Мне кажется, наоборот, это очень удобно, когда у тебя светлый пол. Потому что ты можешь сразу же ее убрать и не копить. Да, на нем видны волосы, которые падают. На нем видна какая-то другая грязь. Но это все очень легко убирается. И крашеный пол. Вот я с ним живу первый раз. Но моется так легко, как не моется ламинат. Люстра. Красотка люстра висит. Не знаю, с какого ее ракурса лучше показать, чтобы были видны все эти цепочки. Давай ее включим. Когда люстра горит, от нее на потолке образуются, ну, очень красивые блики. Это люстра из магазина Делайт. И это прямо их бренд Делайт. Я знаю, что они изготавливают в Китае. Ну, и, собственно, вот под своим брендом выпускают. Это хрусталь. Это не акрил. А вот те шарики в прихожей, это акрил для редут. Они вообще есть хрустальные. И оригинал это хрусталь, но вот у ле редута акрил. Но согласитесь, как бы все равно выглядит, по-моему, потрясающе. Лучи просто потрясающие на стене. То есть я ничего плохого в этом не вижу. Тут гипсокартон. Это будет все в кирпиче. Кирпич уже приехал. Кирпич старинный. Сейчас я вам покажу. Итак. Кирпич и плитка. Кирпич заказан. И эту колонну будет делать моя прекрасная читательница Вика. Она, мне кажется, чем она только не занимается. Она делает невероятно красивые шляпки. Она делает кирпичную кладку в домах. Она делает такую вообще красотищу невероятную. И она будет укладывать мне вот этот вот кирпичик. Старинный. Некоторые есть кирпичики с клеймами. Мне обещали их историю прислать. Будь здоровы, Дархюш. В общем, тут будет такая кирпичная стена. И наша майолика из Амальфи, из Медового месяца, которую мы привезли. У нас такие три вставки разные. И вот она будет в кирпичах. Как бы впечатана. Единственное, наша ракина на первом этаже. Поэтому здесь стоит мыло для рук. Моем тут руки. Картина, которую мне подарили не музей. Есть такое прекрасное место, где продаются очень красивые и интересные работы от наших российских авторов. Эта работа называется «Кукла». И у них еще на сайте есть вторая кукла. Брат моей куклы. Так что, кто хочет, зайдите, посмотрите. Кран-смеситель с озона. Называется он «Лемен». Отличный. Гнется во все стороны. Белый, матовый, без единой какой-то хромированной вставки. Золотой. Не особо это было прям супер важно. Но мне понравилось, что он такой минималистичный. Раковина Амайкири. И измельчитель Борт. Очень удобная штука. Выложу Рилс. Сегодня или на днях. Как сделать столешницу из такой плитки по этапам, как мы это делали. Это плитка настенная, керамо-марация. Затирка красная, эпоксидная. И, ребята, это просто супер. Когда что-то пролилось у меня, вода просто стояла как бы в плитке. То есть она не выходила, она не стекала по затирке. Потому что затирка такая шершавенькая немножко. Есть какие-то там легкие перепады. И вообще ничего не проливается на пол. То есть столешница из плитки, она себя показала с той стороны, о которой я вообще даже не думала. Это очень удобно. На нее можно ставить горячее, резать на ней. Все хорошо, все очень практично и классно. Белая индукционная панель. Индукционная панель это тоже дар богов. Это очень удобно. У тебя все разогревается просто за одну минуту. У тебя кипящая вода для макарон за одну минуту образуется. Главные персонажи переехали. Уточки наконец-то дома. Они должны стоять здесь на полке. Полка даже уже куплена. Полку нашла на Wildberries. Она деревянная, дуб. И у нее вот здесь вот край он такой вот неровный. Типа как слэп будет очень красивая. Тут будет подсветка еще у этой полки. Поэтому пока что она стоит. Должны мы ее сделать. Помидоры уже растут. Помидоры посадила моя мама в первый же день, когда мы переехали. Мы тут разбирали коробки. Мама еще несколько назад посадила помидоры. Говорит, надо их срочно пересаживать. И в общем пересадила. Теперь у меня тут стоит два ящика с помидорами. Я жду и не дождусь, когда вот здесь рядом с красными ручками будут красные помидорки. Надеюсь, в момент наступит. Бра из Стамбула висят прекрасно. Они включаются вот здесь. Вот такие вот хорошие бра. Здесь будет кондиционер, поэтому тут такой стриптиз торчит. Пуш-то-опен мои нелюбимые. Но Лена, дизайнер Мистер Дор, сказала, что ну надо здесь сделать пуш-то-опен. Но мне очень нравится. То есть тут такой у нас минимализм получился. А тут у нас ручки, они все снизу даже сосредоточены. Вот. Но оказалось, в принципе, это удобно. Я жму вот в одно место, открываю. У меня тут пока что ничего еще не сделано по красоте. Но я обязательно этим всем займусь, когда мы решим дела с потопом. Резная наша дверь от Юли Савы, она должна быть вот здесь. Вот, в общем, здесь ждем. У нас тут стены и потолок покрашены в один цвет. Это тот же самый цвет, который мы видели с вами в кабинете. Фиолетовый переходит в прихожую. И очень мне нравится вот этот вот ракурс, потому что тут видна, получается, фиолетовая стена, зеленая. И на просвет розовый потолок с черным кантом. И вот эти вот светильники, шары. Ну это просто какая-то поэзия. В кадр попала розетка. Я думаю, что будет спрашивать, зачем тебе розетка на потолке. Это моя ошибка. Я могу один раз ошибиться. Тут планировалась полка такая выезжающая, чтобы проектор светил вот сюда, на вот эту вот стену. Диван, потому что должен был стоять вот здесь. Потом в какой-то момент мы посмотрели с Олесей проекторы. У нас та же самая история должна была быть в ЗИЛ. Мы посмотрели проекторы, поняли, что проекторы с боковой такой проекцией стоят там от 300 тысяч начинается ценник. И я такая, я не настолько люблю кино, чтобы отдавать 300 тысяч за проектор. Я лучше себе сделаю ограждение на лестнице за эти деньги. Не будем делать, говорю, уберите, пожалуйста, розетку. Я такая была уставшая. А Влад такой, зачем убирать? Ну мало ли что. Я такая, ну ладно, мало ли что. Все, спокойной ночи, поехала. Проектор сюда не будет светить. Мы вообще решили диван ставить вот сюда вот, потому что нам хочется здесь свободы. И смотреть вон там вот фильмы. И то есть как бы проектор будет стоять за диваном. Очень все логично. Там розетки тоже есть для этого. Но вот эта вот розетка осталась. В общем, что я думаю здесь делать? Во-первых, на этой стене будет стоять комод большой деревянный. Тут вот стол под люстрой. И тут вот комод. Такой, хочу комод-картотеку с кучей ящичков маленьких. Думала, над комодом можно повесить такие книжные здесь полки. Может быть там когда-нибудь понадобится розетка. Может там для светильничка какого-нибудь, еще что-нибудь туда сделать. В общем, пока что решила их оставить. Есть такие прозрачные розетки. Они у систем электрик есть. Прозрачные рамочки. И получается в эту рамочку ты просто вставляешь, например, обои свои со стены. И у тебя как бы розетка невидимая получается, скрытая розетка. Это очень здорово. И я думаю воспользоваться здесь вот этим вот изобретением 21 века у систем электрик. У нас еще не покрыта маслом наша лестница, наши ступеньки. И это очень плохо. Но мы просто еще не нашли времени это сделать. Потому что мы очень быстро переезжали. И как бы еще это не сделали. Латунь. Здесь тоже надо шлифовать. Поэтому просили показать законченную лестницу. Но законченной лестницы пока что нет. Ограждений тоже пока что нет. Но мы с вами переходим на второй этаж. Про эту стенку расскажешь? У тебя вывод под бра. Тут будет три линогравюры от Лидии Бараник. Здесь девочка будет, которая держит птичку в руках. Здесь будет девочка, которая птичку отпускает. А здесь будет рамка, где птичка летит. Вот такая вот тут будет серия. Вот здесь будет бра, которое нужно мне сделать на заказ. Бра планируется какое? Такая металлическая волна. Вот металл, представьте. Вот так вот оно будет идти. А на этом металле вот такие вот белые плафоны разного размера шары. А еще у нас тут совершенно потрясающие выключатели. Это тоже систем электрика, как и розетки наши. И новая их коллекция Art Gallery. Это так красиво. Мне так сильно нравится эта вот тоненькая их изящная рамочка. И выключатели суперудобные. Я очень сильно люблю большие выключатели. Я раньше ставила на объекты маленькие, такие кнопочки на круглых каких-то рамочках. Но вот эти, господи, это так удобно. Это цвет шампань. И у нас тут 4 оттенка вообще есть по всему дому розетки. Дарсон, пойдем наверх. Пойдем показывать. Пойдем наверх. Дарси, наверх. Наверх. Пойдем. Давай, пойдем за мной. Хоп. Ты умеешь. Олеся, подтолкни ее, пожалуйста. Под попу. Мы тоже сейчас пойдем. Пойдем. Давай. Ай, браво. Ай, молодец. Ай, умница. А дальше? Еще давай выше. Дарсон, пойдем. Пойдем, пойдем. Молодец. Устала подниматься. Да, скажи. Так было хорошо в квартирке. Никуда не надо было прыгать. Увезли так далеко за МКАД. Еще и заставляют по лестнице ходить. Еще нужно искать место, где тут в туалет ходить. Да. Поднимаемся на второй этаж. Попадаем без дверей. Дверей пока что нет. В нашу прекрасную спальню. Спальня на закате. Пока что без кровати. Кровать делается на заказ. И делают кроватку Мари Деко. Я была первая, что ты выбрала нашу компанию. Очень для нас ценно. И мне. Очень приятно. А, смотрите, мы делаем мягкую мебель. Вообще, как бы, вот начну с того, что наша целевая аудитория это вы. Дизайнеры, архитекторы, комплектаторы. То есть мы делаем мебель по вашим эскизам. У нас нет какой-то стандартной программы. У нас нельзя выбрать там из каталога. Я и посмотрела на сайте, что каталога никакого нет. То есть вот что нарисуем, то и, собственно, заказчикам даем. Это круто. Обязательно важно, чтобы там было красиво везде, со всех сторон. То есть ты диван можешь поставить. Да, или кровать не у стены. То, как бы, все задние стенки у нас тоже сделаны в лицевой ткани. Потому что очень часто, да, когда покупаем диваны просто из каталога в любом магазине, то задняя стенка не оформлена. То есть все диваны, они приставные, как бы, к стене. А чаще люди сейчас кухни-гостинах ставят по центру, поэтому беда. Да, да, и такая же есть беда с кроватями. И я хочу еще показать вот этот диван, его внутри. Поэтому я тебе попрошу встать. Секция поднимается, видишь, она не едет по полу. И она вот так вышагивает. И тут я хочу обратиться с вниманием, еще на один такой наш бонус, плюсик. Все ящики внутри кровати и диванов. Бархатные. Мы делаем тоже в ткани, чтобы было красиво везде. И эта вся ткань, она и для диванов, и для кровати, и для кресел. Да, это вся мебельная ткань, она хорошо моется, хорошо чистится. Если здесь нет ткани, которая вам нужна, но вы знаете, какая, мы можем ее привезти. И также там любая заказная Европа, которая можно с животными, с детьми, антивандальные. Какие можно с животными? Что является вообще антивандальным? С животными мне рекомендую вообще все велюры. Велюры, потому что нету вот штучек, чтобы зацепиться. Да, 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 да. Коту не очень приятно, он, конечно, попробует. Екатерина, очень приятно. У вас очень красивый дом, я жду, когда там же все доделаете, чтобы все посмотреть. Я тоже шутку наслаждаюсь. Крупные, как пледики. Нужно выбрать какую-то ткань для кроватки. Хотела как раз что-то вроде букле. Кровать будет без ножек, высокая. Я могу тебе вот барашка предложить, болотного. Барашка мне нравится. Ну, возможно, с ней сделать кровать? Да. Супер. Тогда давай с такой делать. Да, все наши кровати, они сделаны по одному принципу, то есть углы состыкованы под 45 градусов. Такой у нас за этот угол. Я вбилась со своим производством, чтобы он был не острый, не твердый, а такой, знаешь, как бы такой. Спасибо тебе за это. Да, вроде как бы и угол, но в то же время такой, как бы округлый. На всех наших кроватях, вот, стоят цельносварные рамы, то есть это рамы, у которых нет соединения по периметру, то есть рама не поведет, она не заскрипит, с ней ничего не случится. Вообще, ты знаешь, как определить хорошую кровать? Это не очень хорошая. У хорошей кровати, как бы, да, такой, если производитель не сэкономил на материалах, у нее латодержатели всегда должны быть сверху, вот. А в нашем варианте вот это вот каучук, это каучуковые латодержатели, это такой, ну, вот я знаю, что из каучука делают колеса для самолета. Да, супер прочный материал. Да, и узкие ламели, они сделаны для того, чтобы вы могли использовать любой пружинный матрас. То есть пружинный матрас не любит, когда вот здесь вот широкие расстояния. Ну и что ты рассказываешь? Во-первых, это единственный помещение, нет, не единственный, еще военный кабинет, где у нас уже промаслен пол. Я прошу обратить внимание на цвет пола, идеально, с цветом стен, просто это бомба. Мне так сильно нравится, мы покрывали грунтовочным маслом, чтобы цвет дать. Сверху, после высыхания, когда мы все это уже протерли, мы покрывали паркетным маслом с воском, чтобы все это прочно было и можно было, можно было это бомбать. Драска Swiss Lake. Обожаю спальню нашу на закате, потому что именно сюда падает закатное солнце, окно отражается, люстра, видишь, что она розовая? Сейчас розовая люстра. Люстру нам сделала Лена Михеева, невероятный художник, творец, художник по стеклу. Такие красивые люстры создает человек, невероятнейшие. В общем, я увидела, когда это стекло у нее в сторис, в запрещенке, она его выставила и показала его на просвет, а оно прям красное, какое-то такое персиковое на просвет красивое. Я поняла, что оно нам. Ну, моя самая шедевр, я считаю, красивые просто не бывают. А главное, что ее больше и не будет. Я поняла, что стекло единичное было. Да, ты просто вот успела. Вот, и не видно. Я не знаю, у тебя оттуда видно или нет, у нас тут прям персика настала. Да. Ну, это очень красиво, господи. Ну, если у тебя там попадает солнце вечернее, то вообще ее можно не включать. Представляешь? Потому что у меня тут тоже вот закат, когда попадал, я ее даже не включала. Она просто вот горит сама по себе. Кайф. Я почему ее решила переместить здесь, с этого санузла, с первого этажа, потому что такая поднимаюсь на второй, а я там еще не была вечером никогда. И тут я осталась вечером в доме. Я стою около этого окна, закат, прям просто персиковый закат, один из первых, вот, по-моему, в апреле было или в мае в начале. И у меня ровно вот красное солнце светит прям через это окно на стену, и решетка окна получается на стене. Только в это окно закатное солнце заходит, никуда больше. Я вижу этот вот луч красный. Я такая... Я ее не отдам в санузел. Да, она будет там вот прям вот просто гореть, просто под этим солнцем. Ой, ну красиво. Спасибо тебе большое. Это еще было. Я очень рада. Покажи нам бра свои прекрасные. Такие бра. Боже мой. Вы не представляете, как это будет гореть. Боже мой. Я же сейчас покажу. А лампа, она по центру, да, будет? А они вообще, мы договорились, светодиодную. И она тогда будет полностью эту ленту вот так вот подсвечивать. Очень. Вот, и еще латунная эта подложка будет. Можно потрогать, это искусство. Да. Вот такой. Класс. Ну, я хотела поменять, да, но она, скорее всего, не получится, потому что... Я их перепекала, и здесь надо расширять. Вот, ну, в принципе, это вот та же самая идея. Если мы сюда, вот так его наденем. Вот. Ой, смотри, Олеся, столик прям потори, мешок. Рядышком. И как смочи-то хорошо. А смочи-то? А смок-то? А вот, кстати, один в один цвет, смотри, видишь? Да. Вот, предыдущие отправила изумрудные, переходящие в желтый, еще в какой-то... Какие конфеты? Вот, они, да, такие конфетные получаются. Ну, понятно, я сейчас буду их держать, они шатаются, звенят, а когда они повесятся, они, соответственно, все выровняются. А я почему-то думала, что они даже где-то здесь у тебя скреплены. Не-не, они когда под собственным весом, оно выравнивается, и будет такой, этот, прямоугольничек ровный. А покажи около окна на просветке. Да, ярче. Очень красиво. Они хорошо в ванну, вот, около зеркала, они узенькие. Когда нужно что-то такое тоненькое. Да, тоненькое. Что мне в этом нравится, действительно, ты можешь купить, когда, такую люстру, потом, там, захотел лет через пять себе синюю люстру, просто дозаказал стекляшки синего цвета и просто их, как бы, снял. И перевесил. У тебя уже совершенно, вообще, другая люстра, какая-нибудь вот такая вот, голубая. Я его видела, я обалдела. Я думала, что ты бра такие делаешь. А мне нравится. Зонтики. Сделать вот это вот бра, чтобы оно вот такое вот мятое было. Боже, какая прельсия, у него как от машины ключики. Да, да, да. И сейчас светло не видно, там внизу тоже лампочки, а сверху нет лампочек. Ага, за счет того, что она... Там светится, получается, как будто они есть. А там у нее три лампочки, да? Нет, ну, извините, моя лучше всего. Ой, слушай, ну, сейчас она правда так вот, вот, я не знаю, вот, не имеется. Просто ли как ответственно. Ужас. Ай. Все с того что. Так, тихо. Ну, давай вот сюда их. Вот так, чтобы они не забегались. Так. Будешь скучать. Я тебе буду присылать очень красивые лица. Тут еще будет сидушка. Этот радиатор будет закрыт. Как вы помните, здесь брала страшный, потому что тут планируется сидушка для Дарсюши. И ступенька. Вот здесь вот ее будет. Тут наши балийские боги. Вот так будут висеть. Видно? Да. Вот так вот. Ну, завтра вот суббота. Завтра Иван Андреевич будет этим заниматься. Всем красотой этой. Обязательно потом покажу, как они смотрятся красиво на стене, в Телеграме. И в запрещенку выложу. Ну, они просто богические. Ну, боги богические. Просто абсолютно. Очень красивые. Можно их, в принципе, сюда повезти, чтобы просыпаться и их видеть. Но мне кажется, что вот здесь они прям очень в тему. Ну, нет, нет. Все, это их место, оно определено. Изголовье, любимая подушка для редут. Обожаемая просто, обожаемая, лучшая на планете Земля. Оно пока что без чехла, потому что я пока что не могу найти чехол в коробках. Постельное белье это от Какое Красивое Бренд. Ксюша, моя подруга, основательница этого бренда, она подарила мне на 30-летие комплект постельного белья. Из своей самой лучшей ткани. У нее есть очень хороший сатин и очень хороший тенцель. И она мне подарила из сатин люкс какой-то. В общем, это какой-то сатин смешанный с тенцелем, по-моему. Но, Господи, это постельное белье. Оно какое-то такое прохладненькое. Оно как отельное. Вот идеальное. Просто идеальное. Классное постельное белье. И еще и с ушками тут такие наволочки интересные. В общем, если вы хотите такое же постельное белье, кайфовое, пишите Ксюше, контакты. Вообще, всех, кого сегодня перечисляю, я оставляю в описании под этим видео. Поэтому смотрите, заходите и заказывайте. Дарсонечка устала? Да лежи, лежи. Хорошо. Что, опять надо куда-то бежать? Опять? Моя девочка любимая. Ничего, Дарсенька, ты привыкнешь к загородной жизни, тебе еще понравится. Все хорошо, никуда никто не уходит. Здесь должны быть балийские ракушки. Вот такие. Ой, давай люстру включим, мы же ее не включали. Включаем? Да. Горит? В интерьере просто огонь как горит. Мне отсюда нравится на нее смотреть. Ооо, сейчас на закате вообще цвет стен горчица, а не болото. Иди сюда. Ну вот этот сейчас кадр прям близко к действительности. Как мы здесь это видим? Очень красиво. Это шум. Очень красиво. Я благодарю вас всех за поздравления с переездом, долгожданным нашим переездом, наш красивый. И в честь этого события и благодарность за ваше поздравление, я хочу подарить вам промокод на скидку ДОМ. Скидка на 30% на мой уют-уюточ. Разные тарифы, целый курс или некоторые уроки точечно вы можете покупать, как вам нравится, как вам удобно, как вам хочется. Уроки классные, вдохновляющие. Комьюнити у нас самое лучшее. Люди там просто потрясающие, творческие. Мы встречаемся, ходим вместе на экскурсии, дружим. Уют-уюточ это объединение единомышленников. И вы никогда не будете одни в вопросах ремонта, декорирования. С кем бы пойти в гончарную мастерскую полепить что-нибудь. У вас всегда будут друзья. В общем, приходите, промокод ДОМ, скидка 30%. Ссылку, где подробнее про мой курс уют-уюточ, оставлю в описании под этим видео и в закрепленном комментарии ниже. Приходите. Скидка действует до конца июля в честь нашего переезда. Я могла бы, конечно, сказать, что это моя самая любимая комната, но я так не могу говорить, потому что у меня не все комнаты любимые. Но ванная! Ну, я не знаю, как это передать, но это вообще потрясающе. Мне кажется, это на самом деле самая доделанная, по крайней мере, вот эта вот часть. На, у меня здесь тумбы нет еще. Жалко. Ну, ладно. Ванная с окном и конкретно вот стоять и здесь умываться и смотреть в окно, это мечта всей моей жизни просто. Вот как кухня, буква П, голубая, с красными ручками, так и ванная с окном. Зеркало, это тоже Леридут. И это самое удобное зеркало на планете Земля. Оно, то есть прикручиваются вот эти вот детали, верхнее и нижнее. Зеркало просто вставляется, и вы его можете поворачивать. Можете вот так повернуть, чтобы краситься. Дневной свет сюда падает хорошо. Можете так повернуть. Тут будет люстра отражаться. И Олеся. Теперь я отражаюсь. Люстра. Винтажная вторая люстра в нашем доме. Тоже апартамент из винтаж. Но если мы смотрим в то отражение, то вот эту мы видим люстру. Брали эту люстру мы в лофт-дизайне. Ну, сумасшедшая распродажа за 10 тысяч. Сейчас она стоит, по-моему, больше 50 или 60. Но такая же точно люстра и есть на Алиэкспрессе. Я там надеюсь. Это сделано под дерево. А может быть дерево, не знаю. Просто какое-то легкое. Мы будем включать? Можем. Когда свет включаешь вот здесь, мы вечером. Мы попозже это снимем, когда закат у нас пройдет. Тут так... А, сейчас она вон там. А вон она ждет. Но она просто не такая сейчас явная. А когда вечер, почему-то эта тень будет здесь. Мне кажется, только там включаешь, наверное. Да, это будет вечером. И здесь такая тень сумасшедшая. Это просто какой-то барокко. Это, представляете, вот эта люстра Х10 становится вот такой здесь. Бетонная раковина делают мои партнеры Слонбетон, которых мы ставим вообще во все объекты, где нам нужен бетон. Где нужна нам бетонная раковина накладная, бетонная столешница на кухню. В береговом они делали столешку, в скандинавстве раковину. Обожаю этих ребят. Вот я бетон люблю. Бетон можно сделать любого цвета. У меня есть розовый раковин. Розовая. В береговом зеленая столешка на кухне. Это очень практично. Это очень удобно. Спрашивают, как вообще бетон в пользование. Этот бетон покрыт лаком. Поэтому можно совершенно спокойно мыть. Ничего здесь такого не оседает. Можно это все тереть. Что нельзя делать бетоном? Нельзя ставить раскаленную сковородку. Если, например, бетон делаете столешницу на кухню, раскаленную сковородку лучше не ставить. А горячую, просто горячую кружку, можно поставить легко. Вот так вот стыкает сюда водичка. Собственно. Ну-ка, отумываешься. Ну вот, брызгается в разные стороны. Все с бетоном хорошо. Бетон под лаком с водой совершенно нормально контактирует. Все прекрасно и замечательно. Вот. Полотенчико тут для ручек. Висит на крючке лимон, который я вам показывала в выпуске «Очень красиво. Обзор Anthropology». Это, в общем, из Америки прилетел крючок. Преодолев кучу преград, доставок, налоговых сборов всего, но он того стоил. Здесь розетки-выключатели тоже Art Gallery, но уже цвет песок. Это тоже System Electric. И цвет песок, мне кажется, здесь прям супер подходит к этой розовой раковине. Тут розетки, посмотрите, как красиво сочетаются с оттенком стен. Здесь стены покрашены текурилой. Оттенок напишу. Это NCS выбирала. Очень красивое сочетание. Ну и, конечно же, моя балийская рука. Это все с Бали привезено. И это тоже шкатулка, в которой скрываются ватные всякие принадлежности. Вот. В общем, это с Бали. Очень красиво рука держит подвеску и украшения. Я здесь еще такое искусство создаю. Можно было бы просто бросить. И смотреть, что тут делаю, чтобы красиво было. О! Ну, вообще кайф. И на закате, конечно, это отражается великолепно. В общем, эта ванна, конечно, она такая задумывалась, как ванна для ритуалов. Для каких-то бьюти-процедур и прочего, чтобы здесь прямо отдыхать душой. Насчет всяких жизненных обстоятельств. Типа там зубные щетки, зубные пасты, крема и прочее. Вот тут под раковиной планируется тумба. Тумбу я спроектировала уже прямо под нас. Здесь будут выдвижные ящики, в которых как раз будут зубные щетки, пасты, крема и все-все-все. Дальше свободное пространство, где будет стоять красивая корзина для белья с Лерри Дуд. Она сейчас пока что стоит в детском санузле, потому что детский санузел, это сейчас санузел единственный, где мы можем мыться. Он единственный доделанный. И здесь еще будет ящик. Хочу сюда приходить и видеть вот эту вот частоту. Но когда здесь будет стоять тумба, все будет очень удобно. Все будет под рукой, все будет здорово. Но пока что я не хочу таких компромиссов. Сантехника. Тут у нас смеситель Идис. Брала я его в Леруа и красил его снова Олег, как и дверные наши ручь, как и остальную нашу сантехнику. Это оттенок Пуорал 1000. Очень красивый, желто-зеленый. Прям супер под лимонный санузел, я считаю. Это пока что ванна для цветка, потому что она еще не доделана. Это такое панно длинное, которое будет где-то примерно вот до суда. Поэтому я его сделаю просто по центру, а это панно наклею на фанеру, скорее всего. И потом панно вместе с фанерой просто покрашу, затонирую в один цвет, и будет вот такой вот экран. И как бы просто подставлю и закреплю, скорее всего, на уголках к этим стенам. Очень сильно хотела себе водопад. Нашла его, но он был только хромированный. Поэтому мы его отдали в покраску. Но когда я отдавала в покраску, я забыла отдать вот эти две шайбочки, и они остались хромированными. Но я их подкрашу тонкой кисточкой, просто уже сама и залачую. Все будет хорошо. А это напоминает стеклянную струю кисловодский. Есть такой памятник там достопримечательный. Тут будет полотенцесушитель, и он будет тоже RAL 1000 под этот вот такой лимонно-зеленый цвет. Это седушка. Очень сильно ее хотела, чтобы греть ножки. Типа ты такая приходишь домой, так вот садишься сюда, просто ножки опускаешь. И сидишь, вот так вот кайфуешь. Ну то есть не погружаешься вся в ванну, если ты не хочешь принимать в ванну зимой. Эта седушечка, она сделана тоже в микроцементе. Почему она такая коричневая и отличается от этого всего? Лимонное дерево будет расти из этой вот седушечки, и она поэтому такая коричневая. Когда здесь будет панно с деревом, то это все заиграет, и все сразу же будет понятно, почему есть такой оттенок. Но в принципе можно было сделать и вот такого цвета. Поймала, умница. Да ты мой Мухолов, Мухолов, мой молодец, собака. Ты моя красавица, Дарсюша, принцесса, молодец, девочка. Красивая. Держатель для туалетной бумаги. Тоже с антропологи приехал. Такая лента будет висеть вот здесь вот. Вот такая вот красивая лента с гравировкой. Косяки. Дарсюша сидит рядом с косяком. Очень-очень-очень низко унитаз, и это будут ребята переделывать, потому что не учли лаги. То есть изначально наш деревянный пол должен был быть на фанере. Фанера плюс клей. Это пирог, вот лиственница фанеры и клей, 3 сантиметра. Потом, когда мы находились на рынке и покупали с Владом лиственницу, мы с ним заговорили о том, что а давай-ка сделаем на лагах. Лаги это намного дешевле, и это допустимо в домах, потому что у меня тут не было никакого порожка, под которым нужно было подбивать высоту. То есть, например, когда мы делаем деревянный пол в квартирах, там в Царство Скандинаста у нас был деревянный пол, сейчас мы в ЗИЛ делаем. Нам там очень важна высота, потому что есть порог входной двери. И, соответственно, мы там завязаны под нее, и там только на фанеру и на клей можно сделать такой пол. У меня же здесь на втором этаже не было абсолютно никакой отправной точки по высоте, и поэтому мы решили удешевить процесс и сделать этот пол на лагах. И когда он получился на лагах, он из 3 сантиметров вырос до, по-моему, 6 сантиметров, то есть плюс 3 сантиметра еще добавилось. Вот этот вот порог в 6 сантиметров сыграл злую шутку с нашей инсталляцией, потому что изначально планировалось это делать на фанере и на клею, и потом забыли, что инсталляция-то уже как бы сделана. И когда повесили туалет, подвесной туалет оказался прямо просто... Можно, пожалуйста, у нас подпрыгать? Подвесной унитаз оказался прямо на полу, то есть ты сюда вот там, чтобы вытереть здесь пол, не подлезешь никак, только, наверное, какой-то палочкой. Вот, поэтому... Ну и, собственно, честно говоря, это не очень удобно, когда такой низкий туалет, по крайней мере, для моего высокого прекрасного супруга. Поэтому приедут, будут раздалбливать эту стенку и переделывать, и поднимать выше инсталляцию эту вот трубу, и, соответственно, туалет будем поднимать. Вот такие вот косяки. В общем, все, конечно, красиво, но не все без изъянов. Такого не бывает. Дарс. Дарси. Дарси, стой, я потом не вытащу оттуда. Иди сюда. Куда-то пошла. Это плитка перонда, испанская, которую прозвал один злостный комментатор, воровские звезды, написал, что вы себе воровские звезды положили. С тех пор эти звезды мы называем, с моими дорогими зрителями, воровскими. В общем, воровские звезды – это плитка перонда. И это, по-моему, самая идеальная плитка для тех, кто боится светлого пола, потому что грязь будет видна. Этот пол, он уже грязный. Вот на нем, понимаете, это как будто бы грязь. На нем ничего не видно. Вот если вы боитесь белого пола или черного глянцевого пола, на котором будет видна грязь, вот вам нужна вот такая плита. Мы переходим в самую незаконченную часть дома. Здесь у нас не промаслен пол, как я говорила. Здесь пока что сделали временное ограждение. Нет ничего более постоянного, чем временное. Я надеюсь, это не про это. Очень сильно хочется это изменить. Но пока что, чтобы нам было безопасно ходить, чтобы Дарсон не упал, мы сделали вот такое из остатков наших досок. Над лестницей. С ума сойти, какая красота! Это кинетический мобиль, который крутится, когда я создаюсь сквозняк. То есть, когда открыты окна в спальне и в детской, то он крутится. Кинетический мобиль — это невероятное творение художницы, творца Алисы. Она занимается этими мобилями. Кинетические мобили абсолютно могут быть разного размера, разных цветов. Тут могут быть кружочки, сердечки, звездочки, листики, что угодно. Это очень круто вешать прямо вот перед окном. Потому что, когда висит мобиль у вас какой-то небольшой перед окном, он постоянно у вас в движении. И это очень медитативно на него смотреть. Это расслабляет. Я в интернете нашла информацию, что скандинавы верят или верили, что кинетические мобили — это для благополучия семьи, для благополучия дома. Вообще, как-то это такое плавное движение, постоянное, оно, конечно, очень как-то тебя так замедляет. Красиво. А посмотрите, какие тени, пожалуйста, когда включаешь свет. У нас тут стены покрашены в тот же самый белый теплый оттенок, что и на первом этаже. А потолок у нас голубой. И я хотела сделать такой переход. То есть у нас несколько стен покрашены, получается, в голубой цвет, потому что полностью голубым выкрашен антресольный этаж, который вон там вот. Вот. И, собственно, кинетический мобиль получается, что тени свои дает и на голубой, и на вот этот белый сливочный цвет. Это получается очень красиво. Почему он вообще тут родился, и как это так получилось, что кинетический мобиль, а не какая-то люстра? Я не понимала, как там менять лампочку. То есть я запланировала тут свет, потому что красиво над лестницей, но и в тот момент, когда я его планировала, я не думала о том, как я буду там менять лампочку. Даже если бы светильники были бы вот досудоподвесные, как оно планировалось, ну как бы... Ну немножко непонятно, как это все делать. Вот. Ставить постоянно лестницу на лестницу, как это делал Влад, когда вешал отмобиль, я не рискнула бы. Никто бы не рискнул. Поэтому задумалась. И тут я нахожу в запрещенном Алису, которая творит такую красоту. И я вижу ее проект, который она делала для Дагестана, для какого-то ресторана. Именно вот такой вот мобиль, огромный, из оцинкованной стали эти кружки. Я ей пишу, говорю, что просто вообще влюбилась, запечатлелась за одну секунду. Мне нужен срочно такой мобиль. Заказала. Она мне его делает. И я думаю, что же она не делает с выводом тем для света. Здесь у нас планируется обычная дверь, которая межкомнатная, с наличниками, с доборами, с красивыми филенками. Она планируется здесь и в детской напротив. И, соответственно, поэтому они пока что не заказаны. То есть скрытые нужно было ставить на этапе стройки, чтобы эту стену зашпаклевать тоже, заштукатурить откосы. Вот, поэтому мы их поставили. А эти пока что не поставили, потому что, ну, это необходимое сейчас удовольствие. Вся эта стена, она будет в обоях черно-белых. Обои уже даже куплены, полоска черно-белая. И скрытые двери, смысл их здесь в том, что они будут абсолютно не видны за этими обоями. Вот это вот вход в вален кабинет через гардеробную. Вышел, оделся. Вот тут будет зеркало в полный рост. И здесь будет меховое зеркало. Оно должно приехать уже вот буквально на следующей неделе. Что такое меховое зеркало, увидите в моем телеграм-канале и в запрещенке. Покажу обязательно. Ну, в общем, красивое меховое зеркало. Еще одна моя любимая комната. Ну, и тут вообще так говорить можно про каждое помещение. Сейчас сначала выключу. Это детский санузел, который казалось, что... Видно? Пока что. Видно, к сожалению, только или до ванны с люстры, или низ. Ага, ну давай пока что вверх тогда. Казалось, что это будет самая недоделанная комната, потому что, ну, как бы детский санузел, а ребенка пока что нет. Но оказалось, что это единственный санузел пока что, где мы можем принимать ванную, потому что наша ванна недоделана, а на первом этаже микроцемент сохнет. Поэтому мы сейчас здесь моемся. Да, Дарсюш. И Дарсюш тут тоже свои лапочки моет маленькие. Включаем это великолепие. Это люстра из магазина West Wing. West Wing, Германия. Нам чертовски повезло в очередной раз, что наша Катя Ягода, дизайнер моей мастерской, она живет в Люксембурге. И, соответственно, мы имеем возможность заказывать для меня, для наших заказчиков какую-то красоту невероятную. The Kitchen, The Home, Zara Home, всеми нами любимых магазинов. И в том числе и West Wing, который тоже был раньше в России и ушел. Эта люстра была тантра. Это дерево. Амбре перетекает из морковного в сиреневый, в лиловый. Стены тут у нас серые, серый потолок. Плитка белая. Затирка при этом голубая. Цементная плитка на полу от любимых Luxe Mix. Luxe Mix также сделали плитку, которая леопардовая на первом этаже. Семейная мастерская. Просто прям... Мне очень сильно везло на людей в нашем ремонте, потому что здесь все люди. Это какой-то невероятный клад. Все создавали что-то своими руками. И это... Мне очень приятно, что многие российские мастера оказались причастны к этому дизайну. Морковный экран вы еще не видели. Это микроцемент. Такая выемка для ног. Очень удобно мыть Дарси сейчас. Ну и в будущем будет очень удобно мыть ребенка. Потому что это прям супер. Ванна здесь небольшая. Она всего лишь метр сорок. Ну как бы детский санузел считался. Поэтому ванна тут небольшая. Сантехника Идис. Снова. Вообще она мне очень сильно нравится. Матовое белое. Вообще белая сантехника это топ. Потому что на ней не видно никаких следов. Очень удобно. Все хорошо. И тут тот смеситель. Это прям классно. Когда ты задвигаешь, он перестает работать. Выдвигаешь, он работает. Простите. Дарси, извини, пожалуйста. Ну прости. Я знаю, что не любишь воду. Прости, сейчас включим теплый пол. Я сейчас все исправлю. Так, ладно. Единственное, тут есть прикол. Не очень приятный от Идис. Не вмещается. Просто душ не вмещается в это вот. В это отверстие. Никак. Что-то не делаешь, не помещается. Поэтому мы маневрируем. Мы как-то пытаемся хоть немножечко ее вставить. Но это очень нестабильная история. Утка с Бали уже стоит здесь. И это стена, где наш строитель, который перекрашивал несколько раз цвет дверей, он оставил на этой стене мне нервный смайлик. Видимо, потому что я ему надоела своими перекрасками. На листне будет полностью панно. Панно овечки. Тут будет три овечки. И тут спасательный круг. Вот. Круг прям идеально под цвет просто. Морковного экрана и сердечек. Это корзина для белья наша. Для редут. Обожаемая. Любимая. Но дело в том, что прачечная у меня в соседней комнате. Поэтому... Я поставила корзину на подставку для цветов. Здесь будет, конечно же, тумба под раковину. Раковина. Зеркало уже куплено. Очень красивое. Катя тоже купила его в H&M Home. Оно вот такое вот. Хочу тут повесить светильник от Полины Артамоновой. Синий с морковными шарами. Такие. Ну и крючочек с Лередут. Китик. Китик. Уже тоже куплен. Схватила его. Он там был на скидке. Здесь будет плотиносушитель голубого цвета. И крючочек думаю делать вот сюда вот. Вот так. Красиво? Класс. Красиво. Понравится. Купила штангу уже на Озоне. Завтра субботу. Завтра ее прикрутим. Штанга просто белая. И она угловая. То есть она будет крепиться вот здесь. И вон там. Ну и, соответственно, красивая тут шторка будет. Гардеробная сделана. Уже смонтирована. Но тут еще один косяк. Я забыла совершенно, что у нас есть вывод для подсветки. И это единственный источник освещения в этой гардеробной. И подсветку на производстве не сделали. То есть как изначально, когда я отправляла запрос, я написала, что мне нужна гардеробная с подсветкой. Потом ее начали разрабатывать. Был замер. И, соответственно, на моменте заключения договора я не посмотрела, что в договоре нету подсветки. И не напомнила про нее. Менеджер упустил этот момент. И, соответственно, когда мне уже собрали гардеробную, такие, принимайте работу, я понимаю, что нету подсветки. Очень сильно расстроилась, потому что хотела, чтобы она была как бы встроенная вот сюда вот. То есть подсветку я собиралась делать вот здесь вот. по бокам. Не вон там вот сзади, потому что заложишь одежду, и не видно потом ничего будет. А именно вот здесь вот по бокам. Вот. Но теперь подсветку будет делать уже Влад. Гардеробную спланировала полностью под нас. У нас тут есть выдвижные элементы для брюк. Их много. Ну, для нас много. Три штуки. Вот. Здесь ровно под наши брюки, джинсы, юбки, которые нужно прямо повесить. Соответственно, здесь это все будет висеть. Вот эти вот полки. Это все для обуви. Это полки для того, что мы носим, типа, футболки, свитшоты, лонгсливы и так далее. Все, что нужно положить. Тут всегда будет стоять стремяночка деревянная, красивая. Пока что я еще ее не купила. И, соответственно, она здесь всегда просто у тебя стоит. Что-то нужно там достать. Забрался, достал и все супер. С этой стороны гардеробной. Олеся сейчас стоит в ванном кабинете, снимает. За мной выход в холл, где мы сейчас были. С этой стороны у нас комодная часть. Узкие полки для носочков, белья и так далее. И снизу побольше для пижам и спортивной формы. Для обуви отсеки и штанга. Для короткой одежды и для длинной, для моей. Только у меня длинная одежда есть. Там разные кимоно, платья. Поэтому это сюда. И здесь, соответственно, уже рубашки, кофты и все, что нужно повесить. Сверху я рассчитала 4 отсека идеальных под наши чемоданы. Они сделаны специально под размеры наших чемоданов. Вот такая гардеробная. А, и здесь еще тоже есть место. Такой вот узенький пенал. Это пенал для сумок. Ну, собственно, для нижних полок там могут стоять коробки с обувью. Идеально они сюда помещаются. Но здесь вот сумки стоят. Вот. В общем, гардеробная, считайте, на три стороны. Просто одна сторона, она такая очень маленькая. Пока ты так стоишь, я хотела спросить про вот этот вот портал. Слоботочку. Просто покрашенная. Тут пока что лежат розетки, которые просто то, что доехало, то, что мы докупали. Эти ручки как раз будут вот здесь вот на дверях, которые ведут в гардеробную. Эти ручки на дверях, которые ведут в кладовку на первом этаже. А эти ручки на двустворчатую дверь в мой кабинет. Тут пол тоже промаслен, потому что мы понимали, что когда мы привезем одежду, все и все, нам нужно будет хотя бы в ванин кабинет все это загрузить. Поэтому мы холл оставили, на это время не тратили. А здесь пол маслен. Пока что ванин кабинет это, соответственно, место, просто склад нашей одежды. Вот. И что тут из красивого можно показать, так это потрясающие выключатели розетки. Тоже арт-галлери от System Electric, но в цвете аквамарин. Этот синий, ну он просто с этим сочетанием еще зеленый, ну богически смотрится. Мне очень сильно нравится. Когда я зашла в ванин кабинет, этот самый для меня был неоднозначен такой цвет, потому что не тот зеленый, который я бы выбрала. Но Ваня в него влюбился, Ваню он очень сильно понравился. Мы же еще перекрашиваем, у нас тут изначально был другой зеленый, мы попробовали его в гардеробную. Я понимала, что это вообще не то, это какая-то такая хвойная уже история, не наша. Попробовали потом вот этот цвет, и Ваня в итоге на нем остановился. Ну и когда здесь все покрасили, я сюда зашла и подумала, что я тут буду работать. Мне нравится очень сильно. Давай к розеточкам ее поднесу. О, давай к розеточкам. Ну между прочим, она тут и будет стоять. Здесь будет черный стеллаж для лего, для книг, и собственно утка как раз будет стоять здесь. А выключатель перенесется на стенку этого стеллажа. А розетка останется здесь для лампы. Вот. А это подсветка для стеллажей. Вот. Сейчас поклеим тут обои, черно-белую полоску, и уже буквально через неделю должна быть готова наша лестница. Тут будет штанга, только она не отсюда, она на самом деле от середины у нас начинается. От середины будет штанга, и на штанге будет лестница. И лестница будет на двух крюках. То есть один крюк верхний, эта лестница стоит вот так вот получается. Ты ее по рельсе катишь вот сюда вот, и вот здесь вот ты забираешься на антресольный этаж. Когда тебе нужно, чтобы лестница стала плоской, как бы со стеной, ты просто ее берешь, она не такая тяжелая, ее можно поднять. Ты ее берешь и вешаешь на второй крюк, который пониже. И получается, что лестница у тебя висит прямо на вот этой вот стене, и никому не мешает. Она такая красотка, очень красиво, очень красиво. Кто-то писал и грустил, что сериал «Собственники» закончился. Здорово, конечно, что вы переехали, но грустно, что закончился. Я считаю, что он только начинается, потому что самое интересное, мне кажется, это не делать черновой ремонт или чистовой уже ремонт, а именно наполнять дом деталями, мебелью. Сколько же тут всего еще нужно делать, и сколько же тут еще нужно вкладываться, чтобы домик был таким, каким мы его задумали, это не сказать вообще. Не в сказке, как это говорится, не пером. Не в сказке сказать, не пером описать. Соглашается. Ты согласна? Хочу еще раз вам посоветовать покупать какой-то декор, крючки, держатель для туалетной бумаги, красивые ёршики. И вот это вот все во время вашего ремонта, потому что в ремонте так много каких-то больших весомых трат, и мы забываем наслаждаться красотой. Но когда у вас случается долгожданный переезд, так получается, что все живут с оголенными лампочками, а не красивыми люстрами. Все живут без крючков и просто там куда-то что-то складывают. То есть каких-то мелочей не хватает у юных. И по факту сейчас наш дом достаточно голый. То есть у нас нету еще стола, дивана, у нас нету мебели в прихожей, у нас абсолютно нету мебели для моего кабинета, для ванного кабинета. То есть у нас очень много всего еще нет. Но дом кажется наполненным и уже интересным за счет того, что свет в основном весь куплен. Крючочки висят, полотенчики куплены, декор какой-то расставлен, балийская рука стоит, балийская шкатулка стоит, цветы, комнатные растения есть, зеркала некоторые висят. Счет этого кажется, что мы тут уже живем не пять дней, хотя на самом деле мы переехали пять дней назад. Вот, так что советую вам от души во время ремонта покупать себе такие маленькие радости, потому что во время переезда они очень сильно скрасят ваши дни непростые. А переезд это непросто. Сейчас пойдем гулять. Все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши сердечки, пишите добрые комментарии, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, потому что тут впереди очень нас ждет много всего интересного, много классных мастеров. А контакты все я всегда и оставляю. Не забывайте заглядывать в описании под этим видео, там много всего полезного. Все, всем пока. Тут такая отбивочка, заставочка, вот это вот все. Приглашаю в квартиру. У меня дом. Как сделать такую историю? Пронагрессия. Ютуб закроется. Да он и так закрывается, какая разница уже, можно это напоследок. Посмотрим на меня. И она же видна в камере? Та-та-та-та-тара-тара-тара-тара-тара-тара. Стоило тогда 10 тысяч. Ну, а Сэм? Так, вы на моем участке. Я искала водопад. Очень сильно хотела себе водопад. Держи, кстати, передвигаться. Прости. История. Ой, горячие цветы сварятся. Как течет водопад? Секунду. Я еще не умею пользоваться этим.